Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Знаете, сколько человек начинают утро с кофе? Больше половины жителей Земли. Что ж, это достойный повод сделать сюжеты кофе, собрать интересные и удивительные факты. Половину людей начинают свое утро с кофе. Сколько это чашек? Полмиллиарда в год. Кофе делает нас умнее. Это доказали ученые. Кофе сделан из ягод, которые похожи на вишню. При приготовлении их жарят и сушат от двух до десяти дней. Так получаются кофейные зерна, из которых варят наши любимые напитки. Ну и чтобы не было обидно любителям чая, расскажем и об этом напитке. Ведь он не менее достоин внимания. Чай – второй по популярности напиток в мире после воды. И у него богатая история. Воробьи могут создавать коллективные гнезда, называемые коммунальными гнездами. В таких гнездах несколько пар воробьев могут жить бок о бок и вместе защищать свои яйца и птенцов. Это удивительный пример сотрудничества в мире птиц. Некоторые виды воробьев могут петь различными акцентами. Исследователи обнаружили, что воробьи в разных городах могут иметь свои уникальные певческие диалекты и акценты, которые отличаются от других популяций. Так что во Франции, Англии и России эти птицы научатся петь по-разному. А еще у воробьев есть удивительная способность менять форму своих гнезд в зависимости от погоды. В жаркую погоду они могут расширять гнездо, чтобы обеспечить больше вентиляции. А в холодную погоду они могут сжимать его, чтобы сохранить тепло. С каждым днем планета Земля тяжелеет на 60 тонн. Это происходит из-за того, что на Землю падает космическая пыль и метеориты из космоса. На Солнце содержится гораздо больше воды, чем на Земле. Но есть одно но. Вода на Солнце находится в виде газообразного водорода, а не в жидком состоянии, как на нашей планете. Это означает, что хотя количество воды на Солнце гораздо больше, но она представлена в другой форме. А еще Луна постепенно отдаляется от Земли, например, на 4 сантиметра каждый год. И происходит это также из-за силы притяжения между Землей и Луной. Это влияет на продолжительность дней, увеличивая их совсем на чуть-чуть. Как выглядит божья коровка? Кажется, все это знают. Кругленькие, красные, с черными пятнами. На самом деле существует более 5000 различных видов божьих коровок разных цветов и размеров. Они бывают желтые, оранжевые и даже синие от нескольких миллиметров до 2 сантиметров. Знаете ли вы, какого размера наше сердце? Представьте себе, это можно узнать даже без рентгена. Сердце любого человека размером с его кулак. У всех разное, а у меня вот такое. В мире существует множество редких, смешных и интересных профессий. Вот пример. Профессия «Масляный рыцарь». Эти люди занимаются защитой статуй и скульптур, покрывая их слоем специального масла для сохранения их внешнего вида. Есть и такая работа «Ароматический консультант». Кто это? Это специалист, который помогает клиентам подобрать и создать личные, неповторимые ароматы. Ароматические консультанты помогают людям найти идеальный запах и создать собственные рухи. Смехотерапевт – это тот, кто хохочет каждый день вместе с пациентами. Это специалист, который использует смех как терапию и лечение. Они помогают людям справиться со стрессом, улучшить настроение и преодолеть эмоциональные проблемы через смех и юмор. Интересно то, что в наше время существует профессия «Дегустатор шоколада». Это работа, в которой наслаждаться шоколадом – обязанность. Дегустаторы шоколада профессионально оценивают качество и вкус различных видов, обладают развитым обонянием, чтобы определить нюансы аромата, текстуры и послевкусия шоколада. Шоколад был настолько ценным для древних майя, что они использовали его как валюту и считали его пищей богов. Представляете, что бы было, если бы мы до сих пор платили шоколадом? Вместо сухих слов «баланс» и «транзакция» мы бы говорили о сладкой прибыли и шоколадных операциях. Погружаемся в следующий удивительный факт. Вы знали, что кенгуру могут прыгать на большие расстояния, но не могут ходить назад? Да, кенгуру могут прыгать на расстоянии до 9 метров и достигать скорости до 55 км в час. Но из-за строения своих ног они не могут сдавать назад. Им приходится использовать свои передние лапы и хвост в качестве опоры, чтобы развернуться. Еще один интересный факт о любителях прыжков. Киты известны своими красивыми и мощными прыжками из воды, которые называются брызганьем. Они вылетают из океана на значительную высоту, которая может достигать 15 метров. Вот интересный факт о китах. Они являются самыми большими существами на Земле. Синий кит, например. Его длина может достигать свыше 30 метров, что равно длине трех автобусов. А масса кита синего может составлять до 200 тонн, что примерно равно весу 33 слонов. Полезный факт. Бананы помогают бороться с укусами комаров. Когда вас укусит комар, натрите укушенное место внутренней стороной кожуры бананы, и все пройдет быстро. Пришло время нашей постоянной рубрики «Рецепт шедевра». В ней юные журналисты учатся писать картины вместе со известными художниками. Телевизионный мастер-класс для вас, дорогие зрители. Пионы – одни из самых сложных цветов для живописи. Пышные и одноцветные, они имеют огромное число нежных лепестков. На каждом таком лепесточке есть свет и тень, множество оттенков. Написать объемный, сияющий пион – это задача, которая требует серьезного навыка. В мастерской Евгении Октябрь десятки пионов. Как только начинается дачный сезон, художница пишет их каждый день. Сегодня именно она проведет урок по живописи акварелью. Евгения Октябрь – член Союза художников России, окончила Новоалтайское художественное училище. Евгения пишет более тысячи картин в год, проводит мастер-классы для детей и взрослых. Принимала участие в выставках не только в России, но и в Европе. Любит котов и цветы. Ее татуировка на руке гласит «Ни дня без кисти». Поливаем вот так водой. У вас там жук в воде. Жук в воде. Вы знаете, это будет супер акварель, если там жук еще сидит в воде. Ничего страшного, течет на юбку или еще куда-то. Вот так делается. Все стекает на пол. Хорошо-хорошо мочим эту бумагу. Прямо мочим. Мы будем писать в стиле а-ля прима, но по-сырому. Как только бумага хорошо промокла, можно наносить яркие мазки широкой кистью. Краску берем густо. Она отлично растечется, ведь мы подготовили наш холст. Чтобы получить пионовый цвет, нам нужно смешать красный с фиолетовым. После того, как мы получили красивые пышные очертания бутона, будем промакивать его салфеткой, чтобы убрать краску там, где у пиона светлые оттенки. Так мы обозначим свет на цветке и сделаем его объемным. Не забываем размашистыми резкими мазками нарисовать стебель и листья. Зелень у пиона темная, немного с розоватым оттенком. Как только наш бутон немного подсох, берем тоненькую кисточку, густо набираем бордовую краску и немного обводим цветочек неровными линиями. У всех все по-разному. Потому что у каждого свой характер. Не может получиться все одинаково. Ну и главный акварельный рецепт. Нужно повторять и повторять эту быструю живопись снова и снова, чтобы набить руку. Ведь с первого раза редко может получиться. Как говорит Евгений Октябрь, не дня без кисти. Таков ее жизненный девиз. А вы боитесь метеоритов? А знаете ли вы, что каждые сутки на Землю падает около 200 тысяч метеоритов? И почти все они сгорают в атмосфере. Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Другая скрыта от нас. Это происходит из-за гравитационного взаимодействия между Землей и Луной. И оставляет тайные исследования для будущих космических миссий. Знаете ли вы, что голуби могут спать на одной ноге? Подобно фламинго. Почему они это делают? Оказывается, это помогает им сохранять тепло. Когда голуби спят на одной ноге, они сокращают площадь контакта с Землей, чтобы уменьшить потерю тепла через ноги. Почему небо голубое? Все дело в свете от Солнца. Когда свет идет к нам через воздух, маленькие частички воздуха разбивают цвет на разные цвета. И синий цвет разбивается сильнее других. Поэтому мы видим небо голубым. Змеи сбрасывают кожу, потому что их тело постоянно растет. А кожа становится тесной. Когда змея растет, ее кожа становится узкой и ограничивает движение. Чтобы решить эту проблему, змея сбрасывает старую кожу и заменяет ее на новую. А вы знали, что у слонов есть пять пальцев на каждой ноге? Да, вы не ослышались. Эти огромные животные имеют пять пальцев. Только вот зачем они им нужны? Ответ вас удивит. Несмотря на плоскую ступню, слоны почти не опираются на пятку. И весь свой огромный вес они переносят на пальцы. То есть эти животные всегда ходят на цыпочках. Еще один удивительный факт про слона. Его сердце весит порядка 30 килограммов. Это больше, чем средний первоклассник. Это почти, как два первоклассника. На сегодня это все. Наша программа работает над новым выпуском. В нем вы узнаете много интересного о нашей планете. Субтитры сделал DimaTorzok